здравствуйте друзья мы с вами находимся в моем компьютере у меня огромный архив у меня тысячи писем причем хотя я стараюсь на все ответить но даже читать не хватает суток часов в сутках идут годы иногда я возвращаюсь в прошлое вот одна из писем написанная несколько лет назад письмо горькое но все учились понемногу как там было как-нибудь образованием слава богу нас не удано блеснуть так кажется было классика и научили нас так примерно сейчас поймете вначале письмо подтвердение слов валерий концентр это кстати не лично мне вот мне было приятно что кто-то озвучил свои мысли своего путь печальный смотрим подтверждение слова лекарь хочу описать про свой пока еще скромный опыт ворачивания саженцев пока не встретил сайт валерий кости ночи сажал кошки написано научными кавычках трудами в книгах статьях на глубь 5-10 сантиметров да еще и в ямку то есть мало того что заглубление вот такое так еще и саженство так растет результат практически нулевой так излишне высокорослая мама и папа и сотни косточек каким-то случайным образом наверное не сильно похоронились из-за случая и все же выросли и покажу четыре саженцев за все пять лет без пересадки достигли высоты 8 сантиметров ну и сотни четыре ладно грецкий орех за четыре года 40 сантиметров был посажен тоже по науке на глубине 10 сантиметров последний в тысячи 2016 год стоял чахнул абрикосы все погибли несколько лет по чахту высота до полуметра посадив же на поверхности косточки абрикосов на плоские холмы поняли они вымахали до полутора метров за сезон и все конечно более культурные 50 сантиметров но большинство дали хороший прирост заложил ветки второго и третьего порядка не удивлюсь если на второй сезон еще и зацветут орехи грецкие посаженные весной шестнадцатого года выросли до 50 80 сантиметров за сезон обогнал тот который растет уже четыре года кстати вишня жуковской скотчки вымахала на метр два на полтора метра вишня волочная до 50 сантиметров слива от 50 до метра яблони груша 20 до 80 сантиметров есть конечно сложности это правильное хранение потом сертификация затем следить чтобы они съели то что это в первую очередь еда убедился было много желающих все снежные ростки и часть ели и следить чтобы не пересыхали пока не пустят корни но если сажать побольше кости вы все равно будет удовольствие от вида как это все растет и хорошей несмотря на потери если сажать одну-две кости то ничего не получу в итоге про пересаживание саживание прививку расскажу позже и тоже полностью согласен с Олегом Синовичем так где это он писал я не помню прошло несколько лет тут напоминается 16 год еще год на развитие это где-то получается 5 лет назад тогда же я там же ответил в комментариях скорее всего не помню точно тогда я писал так спасибо за это письмо с важными наблюдениями только жаль что о новом садоводстве никогда не узнает миллионы садоводов-дачников я очень старался создать фирмы для соборых региона телемосты с прибалтики такой сутурины для всей россии телемосты с уралом грешен одно только заглубление семян на корню уничтожает миллиарды попыток и когда закончится весна количество просмотров составит всего несколько сотен а это раз упоминается количество просмотров значит это комментарий был где-то под моим фильмом каким-то из этих вот так ребята вот почему я возвращаюсь к этой теме ну причин две первое извините политическое у нас сейчас выход годного если брать количество пыток попыток посадить саженцы 1 процент ну вы тебя преувеличили только за последний год-два сотни писем 200 тысяч всего я за 10 лет потратил мне это все вы проходили все видели продолжаем вторая причина успеть все что я вам предоставил в виде на ю тубе канала пожалуйста все это копируйте переносите на другие носители все это уже сегодня у нас какой день недели еще не 12 так это понедельник на субботу мы ждали отключение youtube кстати дождемся вот сегодня мы сейчас за день за два это кино появится в ю тубе дай бог чтоб он еще продержалась а это все касается второй причины почему это потому что впереди весна а весна это опять миллионы миллионы какие миллионы что миллионы это так много нет и миллионы глянды семян если взойдут то тут все равно погибнут значит мы сейчас с вами переместимся вот сюда мы переместимся вот сюда так у меня есть особый отдел называется посадка семян здесь все идет как сказать она все она все не систематизировано а у каждой системы например систематизирована бывает я сам бывший студент как хорошо засыпается когда коллектор дым голосом говорит пункт восьмой пункт двадцатый и в это время раз и это легкая дремота переходящая в глубокий очень полезно для студента сон который полночи играл карты вот понятно да а когда в разброс не успевать себе густоек густосов густоссов совсем другая картинка попробуем так что-то буду пропускать потому что тема заглубления семян именно заглубление вот что-то прокомментирую это важное может быть не уложусь даже не надо торопиться а давайте тогда сразу и посадку ведь помните как было сказано и вообще неудача связано что там это да пять десять сантиметров Закапывал капутили Еще и в ямку А давайте все подряд Пусть это будет 2-3 серии Вот А кстати о ком речь? Это я Это Сибирь, это Шушенский район Вот А я люблю поговорить Я вот еще раз помню То ли шутка, то ли правда В газете, в центральной Было напечатано Как такое ерничание Школьница, которую родители Привезли в Сибирь, турпоездку Шушенский район Записала В своем дневнике Я была на даче Ленина И мне это понравилось Так вот я живу рядом в даче Ленина Понимаете, и поэтому Моя агротехника, она для самых жестких мест Но оказывается Что в местах не самых жестких Проблемы те же, еще и хуже Я сейчас только пытался Понять, буду ли отвечать на письмо Украинца Ну не стал, во-первых Потому что при слове Когда я увидел слово Украина У меня поднялось давление А у него письмо Именно про украинский климат Про то, что каждый апрель У них такое случается Что они часто остаются без урожая Так Вот Естественно, что человек Письмо-то было написано Не сегодня А много лет назад У меня архивы, я иногда оттуда Выбираю то, что мне нравится И то, что вам должно пригодиться Старое письмо Я абсолютно уверен Что Именно там Делалось все Он же как На абрикосы накинулся Манелиоз Я уже знаю, когда он накинулся на абрикосы Делает искусственный штамп То есть Калечит, калечит, калечит До высоты метра Ой, у меня вебинар же будет Понедельник Сегодня 12 марта Понедельник будет 14 марта Это вы фильм не успеваете Но за 14 марта Накиньте 7 дней Будет 21 марта 28 марта А вебинар уже 174 Будет 175 174, 175 6 Вот Не поздно присоединиться Вот Именно потому, что Без моих знаний Даже на Украине Ничертание Вот не зря же сказал Это Выпомянул Манелиоз Прокалечим дерево А потом Начинаем Возмущаться Почему грибы напали Вот Знаете Я Мои сравнения Они всегда такие Очень своеобразные Смотрите И сколько я фильмов видел Снимают там Может быть Герекоптеров Может быть С этих самых Которые Беспилотников И вот они Идет стадо оленей А за ними Идет волк И вот показывают Утром Волк идет Стадо идет Оно пасется Вот В обед Оно еще пасется Волк идет Попытался Напасть Не получилось Он все идет Он ищет момент Он ищет момент И Только когда Он из сотни Оленей Выявил Самого слабого Тогда он накидывается Так вот Грибы Едят Даже Слабые они тоже не едят Они не едят Живую ткань Но Они едят Мертвую ткань Вот А что такое Поэтому такое сравнение Гриб это волк Но он волк Который Берет свою законную Добычу Медведь конечно Жалко оленя А здесь уже все Дерево искалечено Появилась Мертвесина И тогда Накидываются грибы А тут Получается Грибы жрут Живые Эти Абрикосы Неправда Видите как То единственное Почему не стал А это Пропустил Даже на вебинаре Не покажу Это письмо С Украины Только из-за того Что у меня давление Скачет Потому что я Родом из Украины А там идет Не война Нет Там идет бойня Вот Которую На всякий случай Назвали Очень деликатно Операция И вот Получается Что Первая же Фотография Интересно Как человек Посадил Вот здесь явно Дом Если он Посадил А видите Здесь тень Да Я же ничего не Вдома Полняет Здесь тень Хорошо Если Дом С северной Стороны Или хотя бы С восточной Тогда ладно Солнышко дальше Поднимется И будет освещать Вот Это уже По железу А вторая фотография Она меня Ну как бы я сказать Она меня так Поразила Человек всю жизнь Садил Как бы Бить деревья А вы посмотрите Как растут они Мягко говоря Хреново Растут Видите А здесь что Первый холм Второй холм Все Человек уже Начал перестраиваться Я это назвал Борьба Нового Со старым Но Вопрос Уже понятен Насчет Как садить Смотрим дальше Вот Кое-что буду пропускать То что не по теме А вот это по теме Знаете Вот эти вот косточки Они были закопаны Мною И Когда Начинается Просыпать Закопаны Чисто символически В этом есть Это самое Главная Причина По которой мы говорим Потом Я объясняю Михаил Вот этот вот Корешок Впивается в землю И вдруг Приобретает Страшную силу Невероятную Смотрите Это когда Вот он опустился И он теперь будет Вот это выпрямлять Вот так Видно меня Вот Вот эту Тяжеленную Голову Он подымет Вырывая Ее из земли Потом Скорлупки Отпадут в сторону Иногда почему-то Далеко Такое впечатление Что имеет силу взрыва Вот это раскрытие Вот Вот им дальше Вот Ну Для нас Сучи Видите Персик Тут не все фотографии Часть моих Часть прислали Я доволен Тем что это Вот Вот так выглядит Ну пока Без комментариев Найдем получше И теперь И теперь Что получается Семя долей Над землей Важнейший момент На все Представляете 10 сантиметров Это высота Двух спичек Коробков Да Вот Крупнейший Садовод Сибири Он Номер один На и ближайших 100 лет У него есть Одна Что я мне Это Он на том свете Фамилию не называю Ну Вот это Вот Делайте Бородский 10 сантиметров Вот А я с этим Свяжу Многочисленные Неудачи И его В том числе А здесь Семя доля Над землей Вот Все Правильно Корневая шейка Там где И положено быть На границе Земля Вон Вот здесь Вроде Посадили Пожали Холм Длинный Ряд Все И взошли А что мне взойти С этого момента Если человек Я потом Ему писал Караул Если с этого момента Он не уберет Отсюда Мульчу Основание Там Сгниет 100% И то что Посажено Что такое Гряда Это длинный Холм Правильно Нет Вот Если они Уберет Эту мульчу Все эти Абрикосы Сгниют А жаль Дальше Связь прервалась Я не знаю Вот Вот еще один Пример Я даже Не вижу Если здесь Даже углубление Небольшое Вот что Вот вам Абрикосы Которые Так боятся Сырости Ну Еще раз Персик Еще раз Персик Полюбовались Самое главное Чтобы У него Оказалось Что Посаженный В землю Этот самый Как мы Еще называем По другому То что Скороупой Мякоть Господи Во память Значит Вот это Самое Это Самое Это Превращается В две Семя доли Семя доли То есть Запас Питательных Веществ Вот И вот Он вылез Полностью Из земли И здесь Единственное Что не дай бог Если все таки Тут загуглено Немножко Вот И это плохо Вообще В идеале Когда Кольевая шейка На границе Мы еще Посмотрим Вот здесь Явно Что чуть-чуть Заглублена Семя доля Оказалось Это Чуть-чуть Более Вылезти Вылезла Нормально Но я бы Сейчас взял Своими ручками Человлевыми И чуть-чуть Чуть-чуть В этот момент Чуть-чуть Раздергивал Может быть Полсантиметра Это и надо Убрать И тогда Предстоит Долгая Долгая Жизнь Вот здесь Даже четче Видно Вроде Вылез Все Но немножечко Не дотянул Вот Это Одна Из важнейших Важнейших Ших Ших Проблем Нет Еще важнее Дело в том Что Если Закопаем Как учат Как он сказал Там классики На 5-10 сантиметров Современники Тоже Только уже Не стыдно Памилию называть Я уже Обращался К ним Фактически Выставлял Мягко говоря Не совсем Такими уж Умными Вот Хотя стоят На 5-6 И точка Как книги Было 10 лет Назад Так вот До сих пор 5-6 И точка И ни в чем Ни кол на голове Теши Бесполетно И вот тогда Я Объясняю 5-6 сантиметров Отлежится Прекрасно Там Потому что Весной Это минус 100 плюс Может Это Скоро Это самое Раскроется А тут же Морозит Там Вот тут На поверхности Да И все И замерзет А на 5-10 сантиметров Там Не успеет Замерзнуть Там более Выровненные Это самые Перепады И Придет время Вылезет Но если он Вылезет А чтобы потом Погибнет он Здесь Допустим Мне Трудно Понять Вот Но Возможно Семидори под землей И он ждет Плохой конец Вот Здесь Опять персик Видите И почти Нормально И все-таки Земля здесь Жирная Бывает Земля Супесь Вот там Да Там не так Опасно Вот Ну это Я пропускаю Это Это я Когда-то Выращивал Голубые Ели Это моя фотография Старая Мягкая Еще Сделанная До цифровых От аппарата Интересно Что Меня пугали Что Схожесть Этих Голубых Ели Очень низкая Замучаетесь Целая инструкция Вот такая Вот И подобрать Состав почвы Я помню А я же Прошу прощения Прошу прощения Алло Железов на проводе Да Здравствуйте Он Здесь Неут На мелкий Молитик Петропавловский Он Пришел Там Поплати На черенки И Как бы Мне Забрать Да Смотрите Я сейчас Снимаю Фильм Прямо Через минуту И даже Слышу Те кто Вот Я вам Перезвоню Буквально Через 15 Мут Ладно Черенки Готовы Просто Мне неудобно Наслушает Отключать Не могу Потом Я Перезвоню Ну Вот Еще Есть Желающие Черенки У меня Приобрести Это Здорово Продолжаем Там Была Значит Очень Сложный Состав Песка Вот Такая Инструкция Я Это Все То Я туда И Песка Я туда И Песка Я туда И Жирной Земли Я туда Это Все Зашли Но Я Железом И Это Значит Я Параллельно Взял Просто Эту Самую Землю Ну Обычие Какая Есть Там Самая Средняя Средняя Земля С Моего Участка Они Взяли Тоже Взошли И Взял Песок Чистый Песок Еще Песок И Тебя Взошли Я Понял Что Я Бегал По магазинам За Обогащенный Почвей Зря Ну Это Так Слово Возможно Даже Не По теме Вот Вот Это Один Из Моих Покупателей Высадил Гальшки Почему Знаете У него Земли Еще Не Был В тот Момент А Вот Зачем Терять Вот Нормальный Человек Кстати Семена До сих пор Семечки Коски Продаю Абрикосов Еще Имейте Это Ввиду А я Продолжаю Значит Сегодня У нас Кстати 12 Марта Еще Не Поздно Приобрести И Высадить Так Продолжаю Значит Схожесть Видели Видели Так Потом Он Вместе С Ведрами Отвезет На Новое Место И Высадит Замечательно Я Надеюсь Что Он Не Заглублял Косточки Вот Еще Одна Моя Любимая Клиентка Видели Какие у него Сходы Абрикосов Вот Выращивание В этих самых Вроде бы нормально Видите Семидоли Сверху Нормально Но тут Есть другая Проблема Нельзя В тепле Выращивать До такого Состояния Проклюнулись И в холод Опять в холодильник Или погреб Ждать тепла А то Проклевываются На улице Мороз Ставят На подоконник Это очень плохо Так Это Сортификация Семян У одного Из моих Клиентов Вот Это к теме Не относится Хотя Есть о чем Поговорить Это к теме Не относится Вопрос о том Хорошо бы Иметь склон Который бы Обогревался Чтобы К солнечным Лучам Добавлялся Еще угол Наклона Вот Ну вот Кто как Может Видите От мышей Вряд ли спасут От кого же Они спасали Ну вот От ворон Вороны Любят Выплевать Вот так Вот еще Русточек Видите Почти правильно Над землей Почти правильно Когда Прямо Вот Косточка Сама власти Земли Я хочу понять Как-то Потом догадался Наблюдение Ну вот Здесь Человек Это самое Избавляясь От таких Перепадов Таким путем Можно Вот Это говорит О том Что в короткой Сибири Хорошо бы Коротким летом Хорошо бы Садить на холмы Вот это Хуже А попробуйте Вот человек взял Вот так вот Вырастил Да Присылает фотографию Ну и я ругаю Как Посмотрите Вот на дальнем плане Видите Длинные Тонкие Длинные Тонкие Это ненормально Это неестественно Ребята А то что Перед глазами Вот в центре Это А попробуйте Потом пересадить Замучайтесь Нельзя так выращивать Тем более в тепле Это была ошибка Я больше их давно В живых нет И здесь тоже ошибка Вот А здесь Посмотрите Посмотрите Что творится Человек У нас Работы Хватает Он взял Обложил камнями Знаете Что-то Ему Посоветовали А вы знаете Камни будут Днем Нагреваться А ночью Отдавать Тепло И Ночью Будет теплее Солються Чем Если бы Камни Не было Вот Единственное Я С этим Согласен Я не думаю Так тебе надо Делать Тут Плюс На Минус С одной С другой стороны Не боятся Они Камни Стою Почту Эти Самые Абрикосы Их Родина Горы Они Этого Не боятся Но боятся Другого Вот так Воложили Как обложили Камни Сейчас Оставание Шейки Сгниет И Прощай Дерево Вот Для чего Вам Я Нужен Мои Фильмы Начитался И все Лишняя Работа Зачем Изгнать Обратите Внимание На дату 25 Января Я Специально Это Делал Знаете Почему Потому что Люди Не знают Даже Срок Сортификации И Что Получается Первые Мои Опыты Вот К этому Мы привели Видите На дальнем плане Это Сливы Взошли Самое Смешное Взошли Сливы Отбракованные То есть Я Делал так Вначале Я Верил Тому Что Пишут Ну Есть Такое Вроверение Доверяй Но Проверяй Я Беру Таз Раз Высыпал Сливы Где-то Пятая Часть Захла Остальные Я В эти Самые Песок И Эта Сортификация Это Зима Это Была Ошибка Вот А потом Мне Взяла Это Тоже Важно Знать Я Взяла Любопытство Ну Ну Характер Такой Где я возьму Нормального Мужика Который Будет Как Сейчас Толдыч То Что Было Сто Лет Назад Написано То Что Смертельно Но Раз Написано Значит Лайки Ставьте Вот Знаете На что Я Надеюсь Как Я Надеюсь Вот Сейчас Мотивизацию Запретили Все Что Заработал Мой Помощник Брат Мой Родной Это 200 Долларов За Огромную Работу То Есть Просмотра Мало А Мы Много Фирмов Создали Ведь Фирм Не только Надо Вот так Сделать Надо Еще Оформить Музыка Красивая Ставка Там Реклама Все Это Труды Труды А потом Просмотра У нас Мало За пару Лет Заработать 200 Долларов Извините Это Тяжкий Труд Просиживая Сотни Часов За Компьютером Просмотра Мало А кто Зарабатывал Миллионы Уча Убивать Эти же Деревья Помните Посадка На 5-10 Сантиметров А это Есть Убийство Деревья И Вначале Он Проситировал Письмо Не Сам Его Выдумал И Что Получается Получается Следующее Значит Сейчас Когда Матизизация Запретили То За Эти Самые Просмотры Платить Не Будут За Лайки Платить Уже Они Платят Господи Хоть Бо Исчезли Те Которые Сто Лет Толдычат Как Убивать Деревья А я Продолжаю Итак Похороны Слив Которые Называют Когда Человек Сливы Замочил Часть Плыва И он Их Выбросил А у Меня Выброшены Вот Они На дальнем Плани В банке Видите Это Еще В декабре Зашли Поняли Почему Грану Засли Все Это Другой Момент То Я Теперь Шроки Ну Сейчас Уже Поздновато Что Я Продаю Прям В песке Ну Сливы Ставить Сыров Я В Явлере А Абрикосы В феврале Учитывая Что Мне Высаживают Где-то В мае В апреле Вот А почему Здесь Двадцать Пятого Зашли Рано Засли Вот Так Вот То Сроки Важно Знать Повторяю Абрикосы Я И Вот Эти Которые Уже Взошли А я Боих Еще Но Это Мой Отрицатель Я Учился Как Все Только Я Умею Делать Выводы На Собственных Ошибках А не Верить Всякое Макулатуре Продолжаю Вот Видите Когда Вывернул Наизнанку Вот Так Мешок А там Были На Разной Глубине Закопаны На Разной Глубине Подчеркну Косточки Я Просто Ряд Песок Ряд Выложил Песок И Поглим Потом Достаю С Поглима Вижу Четыре Типа Спящая Косточка Она Может Им Зайти Почему Потому Что В некоторых Я Это Называю Пусть Их Не так Много Что Допустим В природе Катаклизм Но Которые Взошли Они Погибли Потому Что Например Комета Упала Извините За такие Страшные Слова Взрыв Какой Нибудь Там Супер Вулкана И Земля Покрылась Пеплом Все На небе Эти Самые Солнечные Лучи Не приходят В июле Ва Это Самое Вначале Ближе К осени Значит Ну Еще Лето А уже Мороз Все Ничего Нету Вот А косточка Пролежала Лишний Год И ждет Проходит Год или Два Оттаяло Все Опять Солнышко Выглянуло Пепел И Пыль Села Опять Вернулась Нормальная Среднегодовая Температура Среднелетие Среднезимние О чудо Все Мертво А косточка Спящая Взошла Это Резерв Главного Команды Но Большинство Сходит Некоторые Стоят Перерасти Можно Это Посадить Но Трудновато Это Можно Сейчас Уберут На Нервы Действует Так Вот Теперь Значит Осталось Сколько Вернуться Где я был Где я был Где я был Вот так Бывает Так Ага Вот здесь Вот Здесь Было Легко Итак Продолжаю Значит Самый момент Когда Она Готова К посадке Вот это Считается Вот Это Я считаю Переросшее Но 50% Случа Всходят Только Аккуратно Садить Вот Здесь Вот Границы Землевозов А Если Опять Ее Закопать Вылезет Но Потом Погибнет О чем Вы узнаете Чуть Позже Так Ну Эту Тему Мы Не будем Углевляться В тему Делать Холмы Так Ну Это Высшее Качество Сами Понимаете Вот Так Вот Это Мои дети Слева Артем Справа Сергей Уверен Если Хотим Вот Это Ошибка Попробуйте Сейчас Посадить Выросли В тепле Ужас А потом Посадишь А И Маленькая Поправка Можно Некоторые Спасти Если Высадили А уже Тепло А уже Пригревает Вот Делайте Четыре Столбика Четыре Этих Самых Кулышка Тряпку Сверху В жаркую Погоду Им не надо Давайте Это Пока Приживаться Будет Им Приживаться Сложно У них Уже Листья Они Испаряют А Корешки Сгульки Получается Что День Поможет Частично Большинство Погибнет Если уж Ошибку Совершили Вот Это Болезнь Ребята Какая Это Болезнь Мне Буквально Люди Даже Не то Чтобы Со мной Советоваться Или Совета Спросить Нет Они Говорят Так Я получил Ваши Косочки Сейчас И причем Они Как будто Сговорились Как будто Это все Убитом В голову Просаживаем По горшкам Ставим На подоконник Я говорю Стоп Ваша 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 задача Чтобы Не Взошли До Хранения В Один Два В общем Три Градуса В холодильнике Стараться Чтобы Наоборот Не Взошли А Потом Вы Высадили Сразу На Постоянное Место Так Ну Вот Это Вот Не Я Это Мне Представили Фотографию Интересно Как Сделал Вот Человек Который Уже Зашун Я тоже Умею Зашунивать Он Взял Значит Посадил На Холм Ну Видимо Для Полива Все Так Как То Верхушку Холма А Тут Понимаете Да Насыпал Песку Который В общем Не так Опасен Как Земля Потому Что Его потом Можно Даже Простым Паривом Размой Он Решил Перестраховаться От Мышей Вот Я вам Еще Много Чего В этой Жизни Расскажу Мне Когда На Острове Там Где Мне Сожгли Сад Я Уже Поднялся Подросток Корневой Тотки Я На месте На них Паривал А потом Лучше Вырезал С ком Земли Возил С острова К себе На дачу Для Дорачивания Или Сразу На продажу Поверьте Вот Только Зазеленели Уже Продавал Заполшенный Брали А Те Которые Ветром Сдавало Бутылки Технология Чуть Другая Дойдем До Другие Бутылки Сверху Наоборот Отрезается Отрезается Дно И Вставляется И Там Мыши Прям Не Одного Жрали Все Вот Так что Уже Оправдано Это Другое Дело Что Потом Лишь бы Потом Не Оказались Эти Самые Лишь бы Потом Не Оказались Они Корневосейка Чтобы Все таки Оказалось Там Где Положено На Границе Земля Возу Так Ну еще Вот видите Немножко К сожалению Это Плохо Это Да Это Мне Присвали Фотографию Вы Видите Посад Все таки Углубление Вы Видите Что Семидолия Это То что Было Внутри Скорлупы Заглубленное И Это Саженство У Котон Плохая Плохая Жизнь Короткая Жизнь Жаль что Об этом Практически Никто И сейчас Не знает Вот Здесь Мульчирование Вы Видите Саженство Плохо Чувствует Это Из-за Мульчи Мульча Мульча Меньше Пересыхает Но Хотя Вы От Гарните От Этого От Привешайте Вот Еще Вы Такую Фотографию Прислали Ну что Вроде Неплохо Растет Самое Страшное Вот Это Видите Это Видимо Та же Как Самый Первый Снимок Этот Снимок Такой Страшный То есть Вот Современное Садоводство Справа Посажен Холм А Вот Этот Самый Который Наверное Кажет Погиб Сажен Это Страшная Вещь Эта Покрышка Такую Подлость Сочинил Журнал Один Популярный Когда Три Вся Страна Вот Такими Покрышками Покрылась Людям Понятия Не мере Что Они Создали Вскусственную Яблок Для гниения Пропускаю Вот Видите Вы Это Семидоли Ну Вот Почти Потом Быть Чуть Подгорнуть Потом Быть Чуть Сейчас Я Попробую Вот Это Здесь Видите Земля Земля Рознь Это Почти Чернозем Некоторые Даже Умудряются Может Быть Тош Андали Может Я Подозреваю Что Все Перегну Насыпали А Вот Это Вот Земля Для Прикоса Лучше Подходит Вот Это Вот Супер Намного Лучше Вот Здесь Чуть Все Прекрасны Если Даже Чуть Чуть Основание Штамбика Окажется Чуть Чуть Под Земля Все Таки Все Таки Предстоит Хорошая Длинная Жизнь Они Потом Себя Когда Корни Растут Они Себя Приподнимают Ну Все По Порядку Вот Видите Здесь Себя Доли К сожалению Вот Они Они Выглядят Но Они Уже Сморчились Они Своё Дело Сделали Они Передали Своей Жизненной Силу Вот Этому Штамбику Прекрасно Штамбик Прекрасно Растет Видно Что Зеленые Листья Прекрасно Все Но Так же Если Чуть Заглублено Спасает Вот Это Вот Самое Как Я Ну Вот Такой Вот Как будто Специально Для Априкоса Приготовленный Полупесок Полусупесь Даже Гарька Видите Даже Гарька Валяется Вот Вот Это Да Я Понимаю Бодинка Эти Семидоли Смотрят Аж Вверх Вот И Почва Песчатая Здесь Всё Получится Так А здесь Ничем-то Не Видно Ладно А вот Они Сходят Видели Вот Они Вот Смотрите Как Интересно Где-то Посажено Было Хаотично Воткнуты Косточки То На попа То Так А видите Как Получается Сейчас Корешок Принужден Вот так Аж Изогнуться Вот Это Не Нравится Кладите Бачком Вот Как я Показал Свою Фотографию И Вперёд Ну Здесь Параметировать Не буду Так Ну Стратификация Не знаю Это Кто-то Взял И Разобрал Посылку С моими Косточками Ага Вот Видите Что Получилось С одной стороны Качество Гарантировано Железу Не болту Вот они В дороге Проснулись Я вот такие Никогда Не отправляю Никогда Только спящие У них так много Всегда Что Я Не смысл Халтует И вот они В дороге Проснулись Ура Ну Что дальше Садить аккуратно Поверьте Все Они Это Я вот такие Вот садил Специально От 50 До 100 Процентов Схожесть Раз уж Так Получилось Ну Можно было Пораньше Выписать Вот Я даже Предупреждаю А смотрите Не обижайтесь Где вы были Вот этот Еще пойдет Никуда День Самое главное Не закопать Глубоко Это Все Тоже Видимо С той же Посылки Да Никакой Халтуры Вот Как раз Поспела Посылка Посадки Абрикос Артем Не просло Ни одного Ну Что Растет Куда Ни С Подводной Лодки Абрикос Амур Просла Одна Ну Уже Хорошо Значит На грани На грани На грани Вот Ну Что Друзья Давайте Мы Это Будем Считать Пусть Не Совсем Понятно Вот Она Также Вылезла Из земли Далека Посажда Была Все Таким Землю А не Снаружи Лежала Вот Я Сейчас Прекращаю Подряд Показывать Мне Нужно Показать Пару Этих Принципиальных Фотографий И Закончим Потому Что Фактически Я Самое Главное Сказал Вот Видите Почему Никогда Не Канули Большую Часть Я Высылаю Бесплатно В Подарок Вот Попробуйте Киньте У меня Камень Так Дальше Сейчас Я Выберу Несколько Принципиальных Несколько Принципиальных Несколько Принципиальных Ну Сами Понимаете Это У меня Не Купили Видите Не Купили Прошел Июль Вот Посмотрите Какая Схожесть Была Бы У Косточек Сливы Красной Синий Это Китайка Хорошая Схожесть Но Их Не Купили Вот Ну И Таких У меня Ой Сколько Ой Сколько Уссурийская Ой Сколько Так Как Я Тут Суседно Выскочил Ну В принципе Будем Считать Что Я С Вами Разговор Закончил А Кто Такой Я Сейчас Покажу Вот Чтобы Вы Имели Такие Расады Вот Вы Должны Во-первых Что Так Вы Должны Попасть На мой Вначале На мой Сайт Вот Вот Сайт Отбрали Три слова Сайт Садовода Железа И вот Вы Здесь Сайт Садовода Железа Например На ядексе Можно Гугли Вот Вы Здесь А Здесь Подумаешь Это Сало Как Сало Че Подумаешь У Каждого Такие Эти Ой Нет Это Уже Пайте Не туда Видите Сейчас 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 Вот По Порядку Вот Это Мой Сайт Вначале Вы Смотрите Что Что Здесь Есть Здесь Публикация Которая Нет Больше На всей Планете Никого Вот Раз Во Вторых Здесь Есть Фотогалерия Полидол Под язык Вот Потому Что Хоть Девушка Девочка Написала Что Девики Что Я была В Кушинском На даче Ленина Вот Ну В то время Это все Было Немыслимно Два Ронетки Максимум А сейчас Вот Она Все Это Заслуга Не только Моя Знаете Вот Видите Вот Этого Чека 14 Когда Будет Вебинар Почти Завтра Исполнится Год После Его Смерти Вот Этого Уникального Человека Вы Друг Друга Поддерживали Мы Другого Уважали Мы Дружили Мы Делились Вот Я Гожу С тем Что Вот Его Жена Она Продолжает Его Дело Вот Значит Галя Галина И Я Говорю С тем Что В Его Саду Все Мои Лучшие Абрикосы Вот В Его Саду А у У меня Есть Несколько Его Сортов Вот Это Настоящая Дружба Вот И когда Принет Мой Черед Улетать Туда В райский Сад Где Сейчас Царством Небесного Где Сейчас Латинков Кто-то Можете Меня Вспомнить Доброго Слава Может Даже Вы Потому Что У вас В том Время Такие Сады Будут Вот Потом Посмотрели На Фото Галилея Вот Один Из Трех Лучших Садов России Потому Что Еще И Сад Боднеры Борисовщего Лшебника И Реализован Боднер Вот Не знаю Может ли Через 100 Поставят нам Памятники За эту Работу Фанатичную Крошни Поставят А Нашим Памятником Будут Служить Ваши Сады Они Будут Не Хуже Вот Этого Вы Тогда Знакомитесь Дальше С Чем Правильно Вот Это Контакты Вот Это Мой Адрес Вот Она Электронная Почта Еще Не поздно Заказать То что Есть В наличии Абрикосы Сливы И так Далее Вот Не все Но многие С того Что вы Видели В Подобирании А потом Еще Дажды Попасть В гостевую Книгу Вот Она Ну Мы Эту Рекламу Долбанную Убираем Так Вот И что Получается Видите Алексей Алексей Когда Ребята В адрес Покойного Латинкова Нашего друга Написал Эти Эти стихи Это ему Памятник В стихах Видите Вот Вот А я На вебинаре 14-го числа Послезавтра Вы можете увидеть Записавшись Это Канал Мой В ютубе Который Пока Не отключили Называется Садоводство Пожаре Вы набрали Три слова В яндексе Садоводство Пожаре Думаю На моем Канале Сейчас Я вас туда Приглашу А перед этим Смотрите Что такое Понедельник Что такое Мой вебинар Там я Покажу Как раз Пусть 10-20 минут Я Поделю Нашему Покойному Другу Латинкову Да Он на том свете Я уверен Что он сейчас В райском саду Но я расскажу Какой рай Он создал На земле Он Латинков Он Абсолютная Самоучка Я горжусь тем У меня Сотни Тысячи Учеников У него тоже Я горжусь тем Что мы Пришли К одному Тому же Ведя Разными В разных Их районах Страны На разной Почве Он Раз Пришли К одинаковым Поняли Сколько мы С ним Создали Телевосток Сколько мы Научили Людей Вот Чем Делаем Вот Для этого Вебинара Вот Получается Самые Интересные Вопросы Ваши Вопросы Отвечу Чудеса Садоводов Которых Не может Быть Никогда Почему Ужалили Заваршут Сорта Со Всех Континентов Вот И так далее А вот здесь Сорегистрироваться Можете Можете Здесь Можете Здесь Можете Здесь Пожалуйста Вот для чего Нужен Каталог Там Можете Заказать Мои Каталоги Вот Ну и Наконец Я Сейчас Набираю Вот Это Есть Садоводство Пожелевого Мой Канал Почему То В субботу Обещали Все Выключить Вот Здесь Вы Подпишетесь Надеюсь Вот Здесь Вот Видите Вот Здесь А Вот Здесь Вот Последний Мой Рассказ А вы знаете Сколько Их всего А Сказать Эх Жалко Не тут Ладно Я потом Покажу Короче Две с половиной Тысячи Фильмов Моих И тех Кто помогал Лонтировать Больше Двус Повторых Вот Вот Он Последний Про Можурские Орехи Но Никто Не Понимает Какое Счастье Иметь В саду Можурский Орех Вот И Почему То Совершенно Не мешает Плодоносит С Восьми метрах И дают Гигантские Урожаи Не Небольшие Гигантские Видите Вот Это Последний Фильм Вот Можурский Орех Сейчас Останавливал Трансляцию Видите Как В комментариях Можурский Орех По пищевой Цельности Сравнен С красной Рыбой Колоть Их Не надо Рассыпать На противень Духовки Слегка Нагреть Плите При нагревании Открывается И кожа Потом Коварнуть Ножом Или плоскоотвертый Вы понимаете Что даже я Этого не знал Даже я А про абрикосы Про онкологию Все это Вы будете Что-то уже знаете Это кроме Ста Семидесяти четырех Вебинаров Еще Тысячи фильмов А вот эти фильмы Делаем Как Вначале Я Вот Вначале Я Говорю То что говорю А потом Мои помощники Вот например Студентка Девочка Да Она живет В Абакане Снимает Общежитие Семь тысяч У нее Стипендия Сами понимаете И вот она Является Моей помощницей Она сделала Уже Допустим Стоили Двести Таких Фильмов Я ей плачу Двести Рублей За то Чтобы так Она красиво Выглядела Смотрите Вот так Примерно Еще Окончание Такое Красиво В общем Двести Рублей Не деньги Но Счет Пошел На тысячи Фильмов Вот А у меня Весна И Как написал Один товарищ Значит Я отказываюсь От заказов В связи С поважением В стране Так и написал Ну Выбросил Я его заказ Вот Я жалею Надо было Мне все таки Взять Я не думаю Что я не смогу Распродать Все это И выслать Ему бесплатно Пусть бы Заплатил За пересылку 400-500 рублей Все таки Выслать ему Потому что Любая война Кончается Миром Он совершил ошибку А я вот Сейчас жалею Что я теперь Не вспомню Вот У меня Тысячи писем Большинство С вопросами Ждут Моих советов Вот так Друзья Посмотрели мы Сюда Да Вернемся Немножко Вот сколько Их Вот сколько Их Скоро Будет 3000 Если кто-то Из вас Нет Не надо Это самое Мне Тысячу Или две Нет Это мало Мне Мне Нужно 100 Или 200 Рублей И когда 100 Человек Их Пришлет Значит Студентка За ближайшие Два месяца Заработает 10 Или 20 Тысяч Это Не те Деньги Москвичи Б еще Засмеялись От таких Заработков Вот Но это Было Возможности Еще Создавать А создавать А у меня Уже Этих Денег Нет 10 20 Тысяч А собрать Их 100 Чек По 100 Этих И будет 10 Тысяч Вот этим Я и заканчиваю Помните Как Говорю Последнее Запоминается Лучше Всего Поэтому Вот эти 100 До 100 10 Тысяч И тогда Она Поможет Мне Создать Еще 50 Вот таких Прекрасных Филов То есть Оформить Их Поняли Да На этом Я заканчиваю Я надеюсь Что Когда Вы Теперь Вот Помните С письма Начал Все К черту Погибло На 50 Сантиметров Закапал И должно Погибнуть Обязано Наверное Друзья Мои Я вот Этого Не Сделал Ой 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 Знаете Чего Я не Сделал Показать Все Таки Ту Самую Фотографию Которая Войдет Когда-то В Христоматии Вот Поверьте Человек Купил У меня Косточки А Это Больше Погибло И Знаете Как Говорят Как Говорят Косточки Это Когда Они Всходят Вы Прислали Замороженные Вы Прислали Мертвые Вот Ну Я вам Показывал Какие На самом деле Мертвые Другие Они У вас То есть Замерзает Не сразу Бывает Тут Человек Переборщил Он Взял И Земли Было По самому Не могу Вот По этому Так А потом Бодро Отчитался Я взял Ну как Звонок Ту Ту Женщина По-моему Да Женщина Не помню Ничего Кроме Того Что Она Женщина Вот И раз Говорю Я взял И ляпнул Ну я часто Ляпаю Это Я так хочу Чтобы Сады Росли Я говорю А вы глубоко Закопали Сантиметр На 6 На 8 Вот Горшочки Я говорю Вы ошибку сделали У вас На подоконнике Они так А возьмите Сейчас Раскопайте До этого До корня И пришлите мне Фотографию Пожалуйста И вот Эта фотография Обвинения Тем Кто Делал Бородски На 10 Сантиметров Книга Которую Я уже Тут Тыкал Эта Книга Чуть Не Это Самое Не Сказал Куда Что Нельзя Писать 5-6 Сантиметров Потом Дискуссия Дискуссия Публичная И опять 5-6 Сантиметров И вот Смотрите Фотография Обвинения Ведь она Уже Он еще Жив Кстати Уже Беляет Листики Видите Они должны Быть темно Зелеными Вот Это Обвинение Он еще Жив Но он Уже Мертв Она Даже Высадить Не Успела Вот Что Страшно Ну Что 100 Рублей Не Деньги Вот Сейчас Это Цена Бутылки Пива Причем Паршивейшего Пива Настоящее Пиво Это Даже Уже Не знаю В каком Году Пил Вперед Друзья Давайте Пока Прощаюсь С вами Надеюсь Вам Пригодится Этот Фильм Вот И Я Принесу Пользу И Еще Знаете Пожалуйста Ведь Можно же Передавать Друг Другу Можно Ведь Понимаете Я к чему Говорю Вот Сейчас Увидите Вот Это Вот 40 Ну Это Ладно За неполные Сутки 40 Просмотров Ладно Смотрите Дальше 38 31 9 Просмотров А здесь Важнейший Момент Аж 59 Просмотров Вы Понимаете Что Вы Должны Всего Лишь Вот Тут Вот Как Уничтожать Деревья Как Уничтожать Этих Вот Вот Важнейшие Моменты Да Отражены И Вот Так Вот Делаете Копировать Адрес Ссылки Вот Еще раз Правой Мышкой Копировать Адрес Ссылки Отправьте Везде Всюду Ведь Это Ненормально Ведь Когда Вот Этот Фильм Появится Да Он Будет Вот Здесь С Этого Края Где-то Вот И Здесь Тоже Будет Через Два Дня Ну 200 Просмотров Через Неделю Ну 300 Вся Россия Задолбана Вот Этими Советами Поняли Это Даже Не Трудно У Каждого Из Вас Есть Несколько Электронных Адрес Вот Пожалуйста Захотите Узнаете Такие Чудеса Невероятные Чудеса Вы узнаете Что Вы Не Из Грязной Лужи Произошли Путем Слипания Молекул Вот Это До сих пор В ходу Знаете Почему Это Придумано Было Чтобы Веру Бога Навсегда Чтобы Забыли Ведь Придумали Так Это Ух Как Они Слипались Как Они Слипались Потом У них Ротовое Отверстие Появилось Потом У них Задний Проход Появился Они Все Слипаются А потом Они Начали Грызть Минералы Зуб И Вот Это Бред Бредовый На свете Бред Бредове Не бывает Ничего Преподают В школах Потому Что Альтернатива Бог Божественное Происхождение Поверьте Когда Наше Тело Будет Это Сам Там Под Землей Душа Останется Сеченова Те Кто Видел Мои Предыдущие Вебинары Я Показывал Мордой Тыков Книга Учебники Написано Что Написано У человека Нет Души Вот Что Написано В школьном Учебнике Современном Только Не Вера Бога А Почему Потому Что Если Бога Нет Можем Бомбить Города Поняли Еще Раз Друзья Давайте Жить Дружно Давайте Помогать Другому Как бы Сказали На Украине Хлопцы Гом До Кучи Это Моя Шутливая Сам Оттуда Родом Хлопцы Гом До Кучи Мы Одной Крови Давайте Жить Дружно Давайте Пусть Объединяет Только Основодство Пусть Спорить Будем Будем Спорить Но Только О том На какую Глубину Закапывать Садить В ямы Или На холмы Вот здесь И закончатся Наши споры И тогда У нас будут Сады До свидания Друзья Редактор субтитров